Доброе утро, дорогие друзья! Пусть оно будет не только добрым, но и бодрым. И поэтому мы сегодня с вами поговорим еще о некоторых вещах, связанных с нашим ростом. Духовным ростом и зрелостью. В прошлый раз мы коснулись того, как научиться можно жить и при скудости, и при изобилии, и быть благословением. И самим принимать благословение, и передавать его дальше. Апостол Павел уже в другом послании к Галатам говорит такие слова. Еще скажу. Наследник доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы. Доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Нет человека, который бы сразу стал взрослым, разве что Адам с Евой. А так все потомки, рожденные от Адама с Евой, все начинали с младенчества. Поэтому у каждого из нас есть период как физического роста, так и духовного. И в этом нет проблемы, что человек пока еще в детстве, разве что если он там не застрял. Вот если ребенок долго остается в детстве, это начинает волновать и родителей, и учителей. И поэтому нам действительно надо понять, как давно я нахожусь в позиции детства и почему я там в ней оказываюсь. Экзамены, которые мы сдаем здесь на земле, их можно пересдать за короткий срок. Если ты не сдал, то может быть как-то можно договориться. То есть люди по-разному относятся к экзаменам. С Богом так не пройдет. Если ты не сдал экзамен, ты дальше не двинешься. Останешься на этой позиции, пока его не сдашь. И поэтому сегодня нам очень важно отнестись и к этому тексту, узнав, на какой позиции находится сегодня моя жизнь. Где я, Господи? Кем ты меня видишь? Потому что наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. Разница наследника и раба, наверное, у всех всем понятна. Все это видят и знают разницу человека, который рожден в семье или который служит в семье, нанят на работу в семье. Разница будет огромная. Но пока ребенок маленький, он так же, как и работник, получает только пищу, получает, может быть, какую-то заботу и все. Но наследство ему пока недоступно, пока вырастет. И поэтому, доколе мы покорены вещественным началом мира. Вот критерий, по которому мы себя определяем. Посмотрите, друзья, в какой плоскости находятся ваши ценности. Если это ценности только в земном варианте, плоскость этой земли и мира видимая, материальная, то значит, ты еще находишься в детстве. Но тогда, когда уже это становится средством, а не целью, а раз средством, то значит, и пускается в оборот вовремя, то такой человек становится уже наследником, которому доступ к наследству открывается. И зная нашего небесного Отца, который сказал, мое все золото, мое все серебро, и недра земли мои, и скот на всех холмах и горах мой. И вот Господь предлагает сегодня нам, узнав о его возможностях, о его наследстве, говорит, я хочу, чтобы ты не оставался больше в детстве. Да, я поставил эти пределы, и ты не можешь их переступить, просто так не сдав экзамены. Поэтому, друзья, будьте внимательны, сегодняшний день может оказаться для вас днем сдачи экзамена. И к нему мы готовились все предыдущие дни и месяцы и годы жизни. И поэтому пусть Бог взвесит, насколько материальные, вещественные, осязаемые составляющие жизни для тебя являются важнее ценностей духовных. Если так, то ты не сдашь экзамен. Если все-таки ты понимаешь, что наследство Божье дается для реализации на земле Божьего плана, то ты будешь щедр в том, где Бог покажет тебе это вложение сделать. Небесный Отец, я благодарю тебя, что мы хотим не остаться в детстве, когда пришло время взрослеть. И поэтому только ты один знаешь, какие показатели сегодня у нас еще не соответствуют твоим критериям. Я благодарю тебя, что ты долготерпеливый. Я благодарю тебя, что ты щедрый. Я благодарю тебя, что ты милующий. Я благодарю тебя, что ты работаешь с нашим духом, с нашим сердцем, с нашим внутренним человеком и говоришь, я хочу вечность тебе дать в зрелости твоего человека внутреннего. Господи, благодарю тебя, что ты хочешь, чтобы мы не остались в детстве и перейдя в вечность, чтобы мы оказались людьми зрелыми, соответствующими жениху. то есть занять позицию невесты. Благодарю Тебя, что Твоя помощь нам предназначена, и мы хотим ее принять в свою жизнь. Благословен Ты, Господи, дающий все необходимое нам на этой земле, чтобы вечность, она принесла множество плода, жизнь каждого из нас. Аминь. Всего доброго, друзья. Благословляю. Выходить из детства и входить в позицию наследников. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok